Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что вы сегодня увидите. За вклад в укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы полпредпрезидента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка вручил муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди благодарственное письмо. Подробности через минуту. Мэр предупредил, подрядчик исправил. В махачкалинских скверах устраняют недочеты. Около пяти тысяч человек на ифтаре единства. В духовном центре имени пророка Исы собрались жители и выходцы Ботликского района. Полпредпрезидента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка вручил муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди благодарственное письмо за активную поддержку внутренней и внешней политики страны. Председателю Совета Алима в республике также выразили признательность за вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Северного Кавказа. Встреча с духовными лидерами Северокавказского региона прошла накануне в Пятигорске. Сейчас все наши взоры устремлены в сторону событий на Украине, где продолжается специальная военная операция. Наши ребята продолжают стойко и мужественно выполнять задачи, поставленные командиром и в первую очередь нашим верховным главнокомандующим президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным. Я хочу выразить вам благодарность вашим коллегам из разных регионов страны, лидерам мусульманских религиозных организаций, которые на конференции в Владимир Кавказе заявили общую позицию о своей поддержке курса руководства России как во внутренней, так и в внешней политике. Это действительно дорогого стоит. Юрий Чайка представил собравшимся своего нового помощника по вопросам развития межконфессиональных связей Айдамира Валиева. В ходе встречи муфтии регионов Северного Кавказа также озвучили актуальные задачи и общие подходы к их решению на местах. Велодорожкам в Махачкале быть. В скверах имени Фазуалиева и борцов революции подрядчики начали перекладку асфальта для двухколесного транспорта. Напомним, 2 апреля в ходе инспекционной проверки работ мэр Махачкалы Салман Дадаев остался недоволен их качеством. Тогда он дал поручение исправить все недочеты в течение 10 дней. От перекладки? Или исключать из объема? Я эту работу принимать не буду. Вот эти дорожки я у них не приму. Соответственно, или исключать из объема оплаты, или пускай перестилают полностью. Отметим, что для реализации проекта реконструкции улицы Каркмасова и двух скверов Фазуалиевой и борцов революции мэрия столицы объединила 5 программ муниципального, регионального и федерального уровней. Поддерживать начинание молодых и целеустремленных будем и дальше. В Министерстве по делам молодежи республики подвели итоги работы ведомства за 2021 год. Спикеры рассказали о реализованных проектах, среди которых развитие волонтерского движения в Дагестане, а также реализация нацпроекта «Социальная активность». Хочу сказать про наши проекты совместные с УКОН МВД. Это патруль здоровья. В прошлом году мы более 30 торговых точек проверяли на продажу различных психотропных вещей, снюсов, насваев. Эту работу мы в этом году также продолжим. Благодарим за сотрудничество МВД Республики Дагестан. Мы проводим проекты «Берегите друг друга», проводим совместно с МВД, провели конкурс среди детей на творческие работы. Министерство будет активно помогать дагестанской молодежи и в этом году. Со стороны ведомства будет оказана поддержка в получении федеральных и региональных грантов на реализацию социальных проектов. На все форумы федеральные мы обеспечиваем участие, всю мобильность оплачиваем, поэтому активнее должны ребята подавать заявки, проходить на конкурсы. У нас бывают проблемы с форумом Таврида. И в прошлом году эти проблемы были, там очень жесткий отбор, поэтому в этом году у нас уже это нацпроект «Молодежь России». Необходимо будет нам всем обеспечить участие, нашей молодежи, в форуме Таврида, который проходит у нас в Крыму ежегодно. Мы призываем также вузы и муниципальное образование быть более активными в грантовой повестке, потому что помогают реализовывать социальные проекты, решать какие-то иные вопросы. Кто-то спортплощадки у себя может за счет грантов поставить, поэтому активизируйте свое участие. Большая просьба, так как эти возможности, если не воспользуемся мы, воспользуются другие субъекты. Есть огромный грантовый фонд сейчас «Росмолодежи», в котором можно участвовать, выигрывать и реализовывать социальные проекты на местах. В Муфтиятии Республики состоялось вручение дипломов докторам исламских наук. Ученую степень богословы защитили в конце прошлого года. На торжественном мероприятии присутствовали также руководители религиозных учебных заведений. О том, как чествовали исламских ученых в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Встреча в Муфтияти традиционно начинается с чтения строк священного Корана. Сегодня чествуют докторов исламских наук. Научную степень в декабре прошлого года защитили четыре соискателя. Абдулла Ацаев из Черкия, Мухаммад Магомедов из Кахиба, Ахмад Магомедов из Кизляра и Мухаммад Магомедов из Урмия. Они представили диссертацию на тему фикха, вероубеждения и тасауфа. «Были очень актуальны, были связаны с практикой религиозной. И имели какой-то выход не только в науку, но и на повседневную нашу религиозную жизнь. Поэтому и защита состоялась в таком ключе, что они свободно дискутировали, могли защищать свои позиции, не только соглашались с тем, что говорят, но и возражали. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, ребята состоялись как доктора науки и имеют право на свою степень, то есть на те дипломы, которые сегодня получили». Учёный совет поблагодарил докторов исламских наук за исследование и кропотливую работу. Им вручили дипломы об образовании и пожелали дальнейших успехов. На встрече выдвинули предложение о создании в Дагестане Исламской академии. «Был значимый день, потому что уже результаты такой плодотворной образовательной работы сегодня были видны наглядно, потому что при Дагестанском и Исламском университете функционируют кафедры докторатуры и магистратуры. И сегодня было как раз вручение дипломов тем, кто в прошлом году, в декабре месяце, защитили свои научные диссертации, то есть вручение дипломов докторам исламских наук. Сегодня была озвучена такая мысль, как бы предложение было внесено, нельзя ли открыть Академию Исламского образования, потому что есть докторатура, есть уже доктора исламских наук. И я надеюсь, это в скором будущем вполне реализуемая идея. Будем двигаться к этому с помощью Всевышнего Аллаха, надеюсь, и придём к таким результатам тоже». Помимо торжественной части, в конференц-зале состоялось собрание ректоров и преподавателей исламских учебных заведений. В ходе встречи обозначили цели и задачи по улучшению религиозного образования в республике. Около пяти тысяч жителей и выходцев Ботрихского района собрались на коллективный ифтар в Духовном центре имени пророка Исы «Мир ему». Праздничное мероприятие посетили не только религиозные деятели, но и представители местной власти. Они обратились к участникам манджлиса с наставлениями и добрыми пожеланиями. Таким прекрасным образом собрал здесь сегодня весь джамат Ботрихского района, всех выходцев Ботрихского района, не только Ботрихского района, но и наших общих друзей. И за свою недолгую жизнь я не помню более прекрасного собрания наших представителей, тем более в таком составе, где присутствуют и наши прекрасные, выдающиеся братья, те, кем мы бесконечно гордимся. Прежде всего, это уважаемые богословы, алимы наши, другие представители, которые приносят огромную пользу для нашего общества, наравне с ними и наши дорогие сестры, которых ничуть не меньше. Мы часто забываем о них, но от этого их труд не менее ценный. И огромное спасибо и нашим дорогим братьям, дорогим сестрам за то, что вы сегодня решили разделить эту радость, принять участие в нашем прекрасном, благословенном манджлисе. Уверен, что этот манджлис станет прекрасным поводом и причиной для того, чтобы наш район стал, Ботрихский район стал еще более барракатным, чтобы этот духовный центр получил новый рывок в своем строительстве. И пусть Всевышний, так же, как собрал нас сегодня здесь, на этом коллективном инвентаре, пусть Всевышний нас всех соберет и на открытие этого прекрасного духовного центра и в таком же составе и в Судный день, и в райских садах. Давайте сделаем таубу. Сделаем так, чтобы этот месяц Рамадан был самым лучшим Рамаданом в нашей жизни. Сделаем так, чтобы мы встретили месяц Рамадан, будучи одними людьми, но прожили этот месяц Рамадан и завершили его, будучи совершенно другими, чистыми от всякого греха и получившую полную милость от Всевышнего Аллаха Аззава Аджалла. Этот вечер также украсили строки из Священного Корана и нашиды от взрослых и маленьких исполнителей. И твой светлый лик, как полная луна, и твоя душа почетна и чиста, знаем мы, что в рай дорога лишь одна, и твоим учением она освящена. А вот на территории Центральной Джума-мечети Махачкалы коллективный ифтар в шатре Рамадана организовал коллектив Министерства по национальной политике и делам религии Республики. Мероприятие они посвятили защитникам Отечества, которые отстаивают интересы страны. Коллективное разговение посетили около 4 тысяч верующих. Руководитель ведомства Энрик Муслимов поздравил присутствующих со священным месяцем Рамадан и отметил его значение для всех верующих. Объединяет всех мусульман независимо от национальности, вероисповедания, даже вероисповедания, потому что здесь у нас сидят граждане иностранных государств, которые вместе с нами сегодня отмечают этот день. Я хочу выразить огромные слова благодарности Муфтият из Дагестана, нашему шейфу Ахмаду Афанли, за ту работу, которую они проводят под уходным нравственным патриотическим воспитанием. Выставка священных реликвий пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» пройдет в Ливашинском и Маграмкенском районах. Они будут представлены в селах Ярак, Казмоляр и Ливаши, сообщает Муфтият Дагестана. В Маграмкенском районе выставка откроется 22 апреля и будет проходить 4 дня. От 26 по 29 апреля реликвии будут выставлены в Ливашинском районе. Вход свободный. «Мы вместе» – так называется новый творческий проект, направленный на приобщение детей с ограниченными возможностями к ценностям музыкальной культуры. Старт прошел в стенах Махачкалинской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сцене актового зала выступили коллективы столичных школ искусств. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. По словам организаторов, познавательные уроки будут проходить в Махачкале на протяжении года. Главная цель педагогов – повысить самооценку обучающихся и поворотив в них страх перед публикой. Особенность данного проекта в том, что он направлен на приобщение детей с особыми образовательными потребностями к музыкальной культуре, умение демонстрировать свои знания и навыки перед публикой, а также интегрироваться в социуме. В рамках данного проекта пройдут музыкальные лектории, концерты, уроки хореографии, различных видов декоративно-прикладного искусства. Учащиеся детских школ искусств будут демонстрировать в течение года, то есть выезжать детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям, которые волей и судеб оказались в интернатах, в школах-интернатах, либо реабилитационных центрах, в домах престарелых. Такие мероприятия необходимы для создания условий полноценной активной жизни и адаптации детей с ограниченными физическими возможностями. Наши дети подготовили программу разнообразную. У нас в репертуаре и популярные песни хоровые, «Солнечный круг», «Детство – это ты и я». Мы также включили в репертуар произведения дагестанских композиторов, например, «Дагестан мой горный край» Аскерханова. Вокалисты у нас подготовили песни, посвященные Дню Победы. И песни современные, то, что очень понравится нашим зрителям. И к новостям спорта. Боец Гаджи Амар Гаджиев дебютирует в лучшей лиге мира. 17 апреля непобежденный средневест из Дагестана выступит в соглавном бою на турнире UFC в Лас-Вегасе. Его соперником станет другой новичок промоушена Кайо Боралио из Бразилии. Чемпион России по ММА осенью прошлого года одержал победу над бразильцем Янси Сильвой на шоу главы UFC Даны Уайта, после чего получил контракт с лигой. Всего на его счету 13 побед. В активе Кайо Боралио 10 побед и только одно поражение. Паралимпийц Муса Таймазов выступит на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования пройдут в Сочи с 24 по 29 апреля. Триумфатор Паралимпийских игр в Токио поборется за награды в соревновании метания клаба. Напомним, что Таймазову принадлежит рекорд мира в этой дисциплине, который он установил в прошлом году в столице Японии. Помимо него, дагестанскую команду на чемпионате страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата представит еще 20 участников. И это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите наши новости. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова